Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 До счастья! КОНЕЦ 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 Добрый вечер, уважаемая публика! Альфред Тальковский, поэт, композитор, актер, судьба. Миллионы людей пишут стихи и играют на гитаре. Из них тысячи интересны только для домашних и только для кухни. Талант сотен поэтов не дальше их носа. Десятки поэтов с гитарой выходят на сцену. А действительно интересно, что я даже волнуюсь, очень многим единицам. В их числе Альфред Тальковский, поэт. Поэзию не рассказать, она из воздуха, от Бога. Можно передать только ощущение ожога. Программа Тальковского «Путь к себе» — это возвращение каждого из нас к себе первонастоящим. Не волнуйтесь, мы с вами. Спасибо. Извините. Альфред Михайлович, у меня что-то сорвалось. Альфред Михайлович, у меня что-то сорвалось. Спасибо. Спасибо. И как за ручку, за собой у нас стихи ведет губой, издалека, издалека. А до явления строки, как до пришествия пророка, слова витали одиноко, неуловимы и легки. Но вот легла ко мне с утра, на стол сиреневая ветка, и вдруг забегала каретка, быстрей гусиного пиратка, быстрей гусиного пиратка. И не угнаться ей за мной, и сладко сердцу моему, и тонет комната зимою. В густом сиреневом дыму благословляю этот чум, и снова жду и жду пока, из ничего, из неоткуда прорвется первая строка, прорвется первая строка. Музыка Окно оттаивает к полудню, вот день проснется глупой, я эту комнату наполню. Одной такой, одной такой, и заблудившись на воле, снеги ударятся в стекло и станет в комнате, как в поле, свежо, хрустальный, светло, свежо, хрустальный, светло. Музыка И вспыхнет слово, нет, предсловье. Еще не ясно, точь и в точь, стихи приходят к нам с любовью, и вместе с ней уходят в роти, окно оттаивает к полудню. Вот день проснется глупой, я эту комнату наполню, одной тобой, одной тобой, одной тобой, одной тобой, прорвется первая строка. И как за ручку за собой, она стихи ведет гурьвою, из далека, из далека, из далека, из далека. Очень много лет, десятки концертов я начинал именно эту песню, и всегда именно этой, потому что я совершенно уверен в том, что в творчестве каждого художника, я говорю не только о тех, кто пишет, а я и рисует, я говорю о тех, кто влюблен в свою профессию, кто одержил своей работы. Первая строка. Первая строка – это самое важное. Моя первая строка прорвалась безумно давно, еще в студенческом году. Это были первые пять песен, которые я не постеснялся, набравшись смелости принести на суд профессиональных художников, профессиональных актеров. Это были первые пять песен, написанные для спектакля «Иркутская история». Время. Время оказалось жестоким критиком, слава тебе, Господи, для автора. От пяти из этих песен, от четырех из этих песен на памяти не осталось даже мелодий. Я не говорю про стихи, стихи забылись гораздо раньше. Осталась только одна. Вот эта. Любовь прощается не вдруг, Как-то в любовь пошла отрава. Она еще имеет право. Она еще имеет право. Хранить до срока свой недуг. Хранить до срока свой недуг. И это ей бедой грозит. И тут ей не поможет разум. Любовь прощается не сразу. Любовь прощается не сразу. Она еще во времени. Она еще во времени. Прокатилась лето, кубаря. Ты стоишь, завороженная. Словно тучка светом утренней. Все равно небе освещенная. Знаю, с мужем ты недружная. Жизнь не ладится, не ладится. Ах, ты вдовушка замужняя. Посиди со мной, красавица. Подари сердечным золотом. Она смеется к девушкам. И сказала, вы так молоды. Вам еще ходить мог к девушкам А красивых ныть? Мало ли? И подумал я. А много ли? Между нами листья валили. И шумели грустно топали. И дрожали губы влажные. Не от страсти, а от холода. Стало жарить, чтобы домашние И уже не очень молодые Прокатилась лето, кубаря. Студенческие годы Удивительная вредь. Самое тяжелое. Состоящие из сплошных нету. Не допили, не доели, не доспали, не долюбили. Но все-таки это самые прекрасные годы У каждого из нас. Это годы открытий. Конец пятидесятых, начало шестидесятых Комсомольские стройки Покорение целины, бам. И в песенном крохоте тих лет Его голос Был услышан мгновенно. Большие, тяжелые, бобинные магнитофоны Разнесли его песни по стране. Какое прекрасное открытие это было. Помните, девочка плачет, Шарик улетел, ее утешают, А шарик летит. Девушка плачет, Девушка плачет, Жениха все нет, Ее утешают, А шарик летит. Женщина плачет, Муж ушел трубой, Ее утешают, А шарик летит. Плачет старушка, Мама пожила. Шарик вернулся, А он голубой. И в этом голубом шарике Вся жизнь человеческая, Вся судьба. А Куджалов стал моим Богом В те студенческие годы И остался им по сей день. Это женщину вижу И не верю, Потому-то понимаешь, Не грижах и не ромашки, Не к кукушкам я не верю, И к цыганкам понимаешь, Не хожах и не ромашки, Не к кукушкам я не верю, И к цыганкам понимаешь, И не хожу. И когда под вечер Над тобою Журавли хрипшие летят, Ситцевые женщины Ситцевые женщины Толпою сходятся, Затмить тебя хотят, Молчаливые, Только всему готовы, Обступают красотой сорян. Ситцевые, ситцевые, Что вы, вы с ума сошли, Она своя, Там, за поворотом Малой Броны, Где окно распахнуто на юг, За ее испуганные брови Десять пар непуганных дают, Тех, которые ее любили, Навсегда связала с ней судьба, Из-за голубями голубыми Больше не уходят ястреба, Вот и мне не вырваться из пленок, Так кружиться мне, И так мне жить. Я алхимик, Ты моя проблема вечная, Тебя не разрешить, Вот и мне не вырваться из пленок, Так кружиться мне, И так мне жить. Я алхимик, Ты моя проблема, Вечер тебя не разрешить. Порвалась наша жизнь клюкта, Как лягуша глаза закатила, И прикрыла морщинку у рта, И на тонких ногах заходила, От раскрытых дверей до стола, Откола до дверей, Как больная, Все ходила она и плела, Поминала тебя, проклиная, И стучала к ручь кулаком, И от тонкого крика синела, И кричала она В таком, Что посуда в бурете Завенела, Отчего же тогда проношу, Как стекло твое имя? Спасаюсь, Точно ногтем веду по ножу, Точно губ твоих Гоня касаюсь, И смеюсь над ее проводой, Хлепотою ее, Слепотою, Как пробойца над чистой водой, Клеветок, Клеветы, Клеветой! Тьмою здесь все занавешено, И тишина, Как на гуне, Ваше величество, Женщина, Ты неужели ко мне? Тусклое здесь электричество, С крыши сочится вода, Женщина, Ваше величество, Как вы решили суда, В ваших приходках пожарищей, Дымной трудно дышать, Ну, проходите, пожалуйста, Что ж на пороге стоять? Кто вы такая? Откуда вы? Ах, я смешной человек! Просто вы дверь перепутали, Улицу, город и век, Просто вы дверь перепутали, Улицу, город и век, Где-то там, Где первенек обчей, Где пробился корм парной и сладчей, Начинаются болты, И жуков торжественные свадьбы, И межлими, словно межлюдьми, Разворачиваются, как горы, Долгие мгновения любви, И решительные разговоры, И к ориеным глазам коров, И к безумным пусенькам кошачьим И подступают из глубин дворов, И согласия, и неудачи. И тогда доносится с небес, Словно мартовская канонада, Вы хотите друг без друга? Без маяты? Не надо. Нет, не надо, это же вещь. Увижу, не имею, Потому ты понимаешь, Не гляжу их, Ни ромашку, Ни к кукушкам я не верю, И к цыганкам, понимаешь, Не хожу их, ни ромашку, Ни лукушкам я не верю, И к цыганкам, понимаешь, Не хожу, Нагадают, Не люби ее, Такую, Напормочат, Да рассвета доживет, Ах наколдуют, Напророчат, Накукуют, Она на нашей улице живет, Эта женщина увижу и не милюет. Однажды ко мне в Сочи после концерта пришел, Ну, в общем, уже пожилой человек, И сказал, Вы не представляете, О ком вы сказали, Вы даже не знаете, О ком написал Булата Куджа. Это о моем брате он написал, Это моего брата звали Ленька Королев. Я прекрасно знал, Что это не о брате этого человека Была песнь, Что это было случайное совпадение. Я ничего не ответил. Во дворе, Где каждый вечер Сиграла радиола, Где фары танцевали пыля, Все ребята уважали, Леньку Королевой Присвоили ему звание короля, Был король, Как король Всем обущий, Если другу Станет туго И вообще не повезет. Он протянет ему Свою царственную руку, Свою верную руку И спасет. Он протянет ему Свою царственную руку, Свою верную руку И спасет. Ну, однажды, Когда у нас сэршмиты, Как воров, Разорвали на рассвети, Жил наш король, Как король. Он кивчонку, Как корону на векрине И вышел. Небой, ну. Небой, ну. На февраль радиолу Стало санкции в зените Только некому оплакать его жизнь Потому что тот король Вот один уж извинить Королев не успел отзавестись Ну куда бы я ни шел Может, какая незабота По делам или так помлять Все мне чутится, что вот за ближайшим И ворота королев повстречают Опять Потому что на войне Хоть и вправду стреляют Не для ляги Сырая земля Потому что виноват Но я Москвы не представляю Без такого, как его Короля Короля Ах, как мне хотелось Увидеть этого человека Как мне хотелось Увидеть этого человека Увидеть этого человека Познакомили с Акуджавой Я впервые в жизни Пожал руку своему кумиру Акуджава Прочел мне стихи написанные Вот, 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 вот Совсем, совсем Только что Я записал их Записную книжку Я помню их по сей день А опубликованы были Они много лет спустя В первой книге Стихов Акуджава Если помните Книга называлась Март Великодушный Александру Сергеевичу Хорошо Ему прекрасно Гудит мельничное колесо Боль укасла Баба щуется Из избы В небе жаворонки Ровно десять минут Езды до ближней ярмарки У него ремесло Первый сорт И пероостром Умён и учён Как чёрт Ему просто Жил в Одессе Бывал в Крыму Ездил в карете Деньги вдал Давали ему до самой смерти Очень вежливые Тихи Службой Замученные Жандармы Его стихи На память Замучили И сам царь Примешал В свой дом Желая при этом Потрепаться О том о сём Старке Поэтом Он Красивых женщин Любил Любовью Нечинной И даже Убитым был Красивым Мужчиной Он Умел Бумагу Марать Под треск Свечки Ему Было За что Умирать У чёрной Речки Книга Не будучи Ленинградцем Не переживая Ленинградского Блокада Он Не доставал Воду Из проруби Замёрзшей Фонтанки И всё-таки Именно Он Написал Такие стихи На первом Слава Богу Свыше Разрешённом Творческом Вечере Акуджаеве В концертном Зале Притехнического Музея Москвы Я впервые Спел Акуджаев Свою Песнь На его стихе По Фонтанке По Фонтанке По Фонтанке По Фонтан and По Фонтанке Блотки бель Холёные Кгрывут На Фонтанке На Фонтанке На Фонтанке Ленинградцем Удивлённые живут На фонтанке, на фонтанке, на фонтанке Ленинградцы удивленные живут От войны еще красуются плакаты И убить еще снятся глаза водопрошь Ни осады, ни балакады Но давно уж ни осады, ни балакады Только ваши удивленные глаза Я приеду, скромно стал в отдаленье Словно праздную И не нужно ж не скажу, что я знаю Лишь на ваше удивление Удивленными глазами погляжу По фонтанке, по фонтанке, по фонтанке На фонтанке, на фонтанке Ленинградцы удивленные живут Но на фонтанке, на фонтанке, на фонтанке Ленинградцы удивленные живут Я никогда всерьез не причислял себя И поэтом не композитор Да и то, что писалось Это были, как правило, песни Каким-то композициям Когда я перерывал километры пленок У своих сотоварищей И не находил нужной мне песни Вот тогда, вспомнив Шалам Алейхина Который сказал Талант как деньги Сколько есть, столько есть Нужно было написать такую песню Чтобы она была в строку И чтобы не испортила тех стихов Которые входили в композицию Иногда это происходило случайно Совершенно случайно В переднем кармашке В кармашке Передо мной стоящего кресла в самолете Однажды нашел Старый потрёбанный журнал Очевидно, он с этим самолетом Курсировал туда-сюда Не первый рейс Это был журнал «Работница» Там были совершенно очаровательные стихи И подписи Имя автора В. Шульшин Я был убеждён, что если это в журнал «Работница» Значит это либо Вера, либо Василиса Но однажды ко мне за кулисами В. Шульшин В. Шульшин В. Шульшин В. Шульшин В. Шульшин Есть у него собака По имени собака Отличная собака В. Шульшин 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 в эстрадном конкурсе, конкурсе артистов в стране Санкт-Петербурга, она стала лауреатом среди авторов. И у нее уже есть гран-при в эстрадных исполнителей, в фестивале, который проводится в казино Олимпе. Она совершенно профессиональная певица. А если еще вспомнить, что позавчера у нее был день рождения, то вот этими аплодисментами поздравляю вас. Олимпе, я прошу вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Петербург. Петербург, мой родной, в эту осень к тебе я приду. Полечу за тобой, словно чайка в полет, так за Невской волной старый остров Басильевский ждет Петербург. Петербург, мой родной, Я в тебя влюблена. Субтитры создавал DimaTorzok И снова бегет Марина в раку, И в Петербург Опять сентябрь приходит Восемь незакрустивший город мой. Я возвращаюсь Как к себе домой И вечно привлекаюсь Судя в круг Из плена странных живот И в расстоянии Да, ухраним тебя, О, город мой, И не подвластен нам с тобой Покой. Лутон Покой-то АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Э Breton АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь нам вместе послушаем Ту песню, ту запись Уже сегодня разрована, Оргестронанно Я никогда не пел под плюс Естественно я сегодня не буду Я просто вместе с вами буду слушать свою песню «Дорогу нас артовала» Бериндеи. Это бесконечная весенняя дорога, Эти малахитовые стрелы прямо в небо. Редкие березы, полазницы, волны, На себе и на свеку. Сколько мне еще осталось видеть это чудо, Снежные торосы словно волны в дикой купели, Только жаль, что в царство добрым малым к Бериндеи. Я доехать не смогу. Скоро вечный Бог ели на солнце их полюбит, Ты меня не слышишь, вдруг не сгинь, Что ж ты наделал? Бедную снегурочку любовь твоя покоя, Бериндеи. Как же я ей помогу? А дома меня ждет дочка, А мелкий мой цветочек, Печалью сказку для взрослых, Я дома не расскажу. Пока она подрастает, Снегурочка пусть летает. Эту дорогу к солнцу, А мелушке я покажу. Мы сюда приедем, Дорогой удивления. Пусть сама увидит все, Пускай не позавалдит, Выйдут из особки береги, А говори. А ночи уже минуту, А тумфи расстанет в этом, Тоже есть начало. Надевай венок, И ты узнаешь это чудо. Только твоя сказка пусть закончится венчанием, Рвотами ногу. Будет вам бескрайняя весенняя дорога, Будут малахитовые стрелы прямо в небо, Редкие березы помазанцы в пол, На сирененом снегу. Редкие березы помазанцы в пол, На сирененом снегу. Пришло время, И моя дочь ответила мне, Своей песней папе. Снова девская волна Меня качает И критик чая, Уносит тишина. Здравствуй, папа, это я! Кричу сквозь время, Сама не верю, Что вместе ты и я. Я приеду на берег Невы, И привычно пройду по шестой, И во дворе знакомую сверну, Чтоб увидеться снова с тобой. Мне сестра моя дверь распахнет, Улыбнется и скажет привет. Ах, как жаль, что без встречи прошло столько лет, Столько лет пронеслось надо мной. Я играла, училась, жила Первой песни, Слова и мотив Без тебя я нашла. Мудопол с ним, Открытая дверь, Ты обнимешь меня как всегда. Здравствуй, папа, скажу я тебе, Это я пришла, Мы с тобою все равно, Отец и дочка, И ставить точку, И глупо, и грешно. Наливаются цветы Весенним соком, Не может быть мне одиноко, Пока живешь на свете ты. Мы с тобой как две капли воды, Словно в зеркало я посмотрюсь, И свои же убежу черты, И тебе улыбнусь. Даже в песнях своих иногда Я мелодию слышу твою, И сгорают разлуки года, А я опять пою. Хотя оставьте свет, Оставьте память, Себя оставить, Быть сможет, Власти нет. И со мною навсегда Стихи и песни, Со мною вместе Поэзия твоя. Мы на сцену ходим вдвоем, Нет прекраснее этих минут, Потому что мы вместе поем Под звучание клавиши струн, Я не стану писать про весну, И про сны над холодной водой. Песню новую я зачиню, И спою ее вместе с тобой, Мы с тобою все равно. Отец и дочка Не ставить с точки И глупо, и грешно, Наливаются цветы Весенним соком. Не может быть мне одиноко, Пока живешь на свете ты, Мы с тобою навсегда. Отец и дочка И ставить с точку, Слава Богу, не судьба. Наливается земля Весенним соком. Не может быть мне одиноко, Если вместе ты и я. Наливается земля Весенним соком. Не может быть мне одиноко, Если вместе ты и я. Виноградная косточка 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 ПЕСНЯ 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 Не обхватить друга лучше во плечо Настоящим мужиком Ты прости, Россия, мать Настоящим морякам Надо в море умирать Черная вода, черная вода Души моряков скрыла нам всегда Стань река любви, океанам слез Сколько боли им этот мир принес Словно солнечаев крик Ветер носит по волнам Что же ты, моя страна Помогай своим сынам Что же ты, родина моя Так запуталась во лжи Помогай своим сынам Дай им выжить, дай им жить Стань река любви, океанам слез Сколько боли им этот мир принес Стань река любви, океанам слез 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 Стань река любви, океане Написал письмо жене И обвернулся, если б смог Просто помни обо мне И живи моя любовь Очень большое, знаете, я на этот концерт, когда шла, я думала, ну вот, наверное, я вторую песню, спою песню из своей новой программы про любовь, он меня, я его люблю, он меня нет, но все-таки события последних трех дней настолько всколыхнули в мою душу, я думаю, как любого человека, который сидит в этом сале, любого дожданин. На нашей страны страшные события. Дело в том, что у меня очень много друзей, которые носят погоны, настоящих друзей. Один из них, Женя Бетрушин, один из командиров спецподразделения «Альфа», принимал непосредственное участие в освобождении заложников в Москве. Поэтому сегодня я все-таки спою «Командир». «Командир» 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 Все равно не прекращается боль Не печалься, Калантин, нет души Подрастают твои дочка и сын Будем верить, Калантин, будем жить У меня ведь ты любимый один Белые летят лебеди Катятся до даме сердце И смешнее сердце стуклю в губкой тишине Я твоя жена верная Тонкая струна нежная И о чем душа молит? Расскажи мне Что молчишь ты, Калантин, что молчишь? Посмотри в окно на эту весну Только снова по ночам ты не спишь А торпины за друзей и страну Все затихнет, Калантин, отвалит Все твои печали были не зря На таких, как ты, родной, и стои И еще держится Россия земля Белые летят лебеди Катятся до даме сердце И смешнее сердце стуклю в губкой тишине И я твоя жена верная Тонкая струна нежная И о чем душа болит? Расскажи мне И о чем душа болит? Расскажи мне Что молчишь ты, Калантин? Что молчишь? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Чем дольше я тебя люблю, тем больше я тебя люблю. Ночью, тоже воскнилиться над звездом, и я понимаю, как я вас люблю. Я переворачиваю на рту, как дети карамель, три сладких слова. Я вас люблю, я люблю вас, вас люблю. За что? Если бы меня даже заставили кладать раскаленные умы, я, наверное, все равно не смог бы сказать за что. У меня не было времени так сразу и вас полюбило, когда я вижу ваше лицо со слезинками щели и одновременно с улыбкой. Я ничего не могу вам сказать, потому что, не знаю, вы теряете улыбку или перестаете плакать. И три слова царапают мою гордость и душу. Я вас люблю. Что я могу вам еще сказать в вашей улыбающейся слезинке? Я, наверное, похож на старую детскую заводную игрушку. Все время повторяю еще одно и то же. Я вас люблю, хотя будет хорошо. Утро вечера мудренее. Нам не хватит свечей, надо много сказать. Смотрит город в ночи словно волчьи глаза. Мы лежим, словно гельки, предав равновесие весам. Мы молчим и отныне не доверяем словам, не доверяем словам. Есть в молчании любимых что-то от криками у них. Помолчим люди спят, помолчим о себе и о них. От вчерашних себя мы с тобой потеряли ключи. Помолчи о себе, о тебе помолчи, помолчи. От вчерашних себя мы с тобой потеряли ключи. Нам так долго молчать. Надо много сказать. Нам не хватит свечей. Светают от твоих волос. Светают, как будто бы выставал и березь. Светают. Спит радуга в твоих плечах. Витана, ты продолжай мне луча. Светают. Ты, Солик, спой же, не молчи. Сегодня ко мне скрипичные ключи подходят. Да будет нам дано светать сметану. Все непристойные цвета. Светают. 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 Словно ручейки стекают, Светает, словно ручьи миги свистают. На ощупь свет продолговат, На ощупь он твои волосы, Он сад, он роща. Твоим свиданием в тишине мне греться, Светает где-то в глубине у сердца Последний раз, последний взгляд спирона. И ты святая, ты моя мадонна. Моря и океаны тоже имеют память, Глубина морская, сокрета голубую кожей. Не доберешься бы, кискафом я заблывал. Береговая черта была и поведна, Одна другую догоняя, Шла колыбельная волна, И в откровение впадая, Меня спросила глубина, помнишь, Женщина одна плыла с тобою, Золотая. Она дельфинов вынимала, единственная из людей. Когда она в меня вбегала, Мне было не до кораблей. Уже не разлучились вы. Когда она в меня вбегала, Невести, откуда синий вы, В моих глубинах пребывала. Когда она в меня вбегала, Молчи! Бездомная зерцала. Когда она в меня вбежала. Женщина во спасение, Женщина во страдание, Риму и Амстердаму, В трубе найти объяснение, Помню мои гадания. В домике на морозике, Ты мне дана вострадание, И ты мне спаси, У тебя все оглядываются. Оглядываются, оглядываются. И женаты, и тем более холостые. И, наверное, каждому в это время В душу закрадываются Или мысли грешные, Или чувства святые. Мое драгоценное, Ненаглядное акварелька. Не заходи, брошу тебя В цветочные магазины. Самые гордые розы Рядом с тобою померкли. Уж лучше дразни Розинь на то не розинь. И пускай на тебя все оглядываются, Оглядываются, оглядываются И придумывают На две секунды. Любовь. Ну, пускай Не догадываются. Пускай не догадываются, Какую боль ты приносишь. Какую боль, Словно ты камешки тайны За спину прячешь сомнений. В каком угадает страдание, В каком угадает спасение, Здравствуй, бюст, до свидания. И не проси прощения, Женщина вострадания, Женщина во спасение, Босна! К нам с опозданием Всегда поступает прозрение, Женщина вострадания. Женщина вострадания, Женщина вострадания, Это индийское спасение. Чем больше я тебя люблю, Тем больше я тебя люблю, На крыльях, То есть на руках У тебя, ребята, Боже, И больше кажется нельзя, И больше кажется нельзя, И больше кажется нельзя, Но больше Все-таки возможно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Идёшь, как по канату, Идёшь по лезвию судьбы, И облака, как клочев ваты, И небо встало на дыбы, И лес внизу, как звери охваты, И шум не слышен городской, И не взорвавшись агронатами, Не разорвавшись агронатами, Ложится камень под руку, Но если вдруг бывает вдруг. Лучше от выверенной словам, И камень вниз и вывен в пылью, От лука никто не застравалом, Поймёшь ты в следующий миг, Прожить на свете можем больше, Но чем ты большего достиг, Да, чем ты большего достиг, Тем этих вдруг гораздо больше. Идёшь, как по канату, Идёшь по лезвию судьбы, И небо встало на дыбы, И солнце низко, очень низко, И птицы солнце тенья, Не туриста ради риска, Да, не туриста ради риска, Есть утверждение судьбы, Это скалы залпут, Нас зовут к неприступным вежимам, Вам в каменных квартирах Так трудно всё это понять, Как мы в каменных шриях Находим пиенье жизни, И без этих мгновений Его бы никак не прожить нам. Я вернулся к вам, скалы, Ну, как вам же, Босс, без меня? АПЛОДИСМЕНТЫ Надо проехать от метро до дома, Надо проехать Три троллейбусных остановки, Троллейбус, наверное, последний, Моросит ледяный дождик, Три троллейбус идёт с кольца, И поэтому в салоне нас всего двое. Молодой лейтенант, Да даже не лейтенант, а скорее лейтенантик, Невысокого роста, Совсем-совсем мальчик, Новенькие пуговочки, Новенькие звёздочки на подругах, И улыбка. Наверное, выпускник Ленинградского училища, Какого-нибудь, Наверное, проводил девушку. Я смотрю на него, И думаю о том, что Завтра, может быть, он подчиняется приказу, Вылетит из города, В очередную, как это принято теперь, Горячую дочку, И больше не увидит ни о том, Моросящего дождя, Ни фонарей, отражающихся в лужах, И девушку свою. Может, больше не увидит. Я пришёл домой и без чёрновиков, То, что называется на одном дыхании, Написал песню. Вот что у меня получилось. Белый кораблик, Да чёрная вода, Я своё в опавку Не забуду никогда. Помню, букотица, Да падает звезда, Я своё в опавку Не забуду никогда. Выходит песня в тишину, Припев ещё звучит с порога, И уступает ей дорогу, И уступает ей дорогу, Другая песня Про войну. Другая песня Про войну. А в песне той, а в песне той, Разрывы бомб, Довой фугасов Закончили свои припасы, Лейтенантик молодой, А в песне той, а в песне той, Все больше вдовы, да сироты, Остался взвод, а были роты, Лейтенантик молодой, Лейтенантик молодой, А в песне той, а в песне той, Все похоронки, похоронки, И в дом стоял там две воронки, И лейтенантик молодой, А в песне той, а в песне той, А в песне той, Отцы, матери и деды, И над насквозь о любопеде, И обелиски со звездой. А в песне той, 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 И псков, и вязьма, и плодада, И все герои Сталинграда, И лейтенантик молодой. Спросила дочка как-то раз, Тебя убили б на войне. Я ей ответил, что ты нет. Тогда бы ты не родилась. Ах, выходит песня в тишину, Припев еще звучит с порога. Вы уступите ей дорогу другие песни. Про войну. Маленькая птичка Выпала с гнезда. Я своего бабку Не жабуду никогда. Я своего бабку Не жабуду никогда. Не жабуду никогда. Ммм. 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 Между нами только горы И богу потанусь! Я лицо в твои ладони окуну Я нырну в тебя Дом Лифт Дверь и только руки протяну И будет день И будет час И будет миг Я возвращусь И молча стану порогом И как бы ни была длинна Моя дорога Она законника должна У ног твоих Разлук и крест Всегда ложиться на твоих Не доказать какая часть кому досталась Чем семь дней От божитой усталость Мы тем скорее свой крест Заженок творит Вот он горит Давай в огонь швырнем все те слова Что мы друг другу не сказали Все письма те что мы друг другу не писали Все что нас мучило Пускай горит огнем Пускай ладонью Будет горячо Мы на его углях Загреем ужин Мы донесли свой крест Он больше нам не нужен Но завтра снова он Придавит мне плечо Но будет день Будет час Но будет миг Я прощусь Я снова здесь Я упорола И как бы не плакнем На моя дорога Она закончится Опять у ног твоих У нас АПЛОДИСМЕНТО КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТО 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 ИНОСТВЕНИТО Вы знаете, когда я писал песню, я сейчас вам её покажу я подумал, вспомнил о том, что что вот в Японии нет званий у актеров, заслуженных, народных, России, СССР. Там есть национальное достояние Японии. Вот у Курасавы вот такое вот звание, национальное достояние. Я говорю об этом потому, что если бы у нас была та же самая субординация звания, то, наверное, Евгений Алексеевич Лебедев, истинная звезда русского театра, имел бы именно такое звание. Я был, я имел честь участвовать в пяти бенефисных концертах Евгения Лебедева. Вот эту песню я написал для этих бенефисных выступлений. Мы доживем до осени, Доживем до зимы. Лягут белые бросики На тропинках прямых. Не ходили мы галстуги По дорогам судьбы. Пионерские галстуги, Пионерские галстуги, Некрещеные лбы, Наши детские лбы. Нам пришлось поднадужиться, Чтоб родная страна Вместо сынного ужина Нам дала ордена Как прощеные грешники. Улыбаясь в натяг, Мы поспешно их вешали, Мы послушно их вешали На парадный пиджак, На потертый пиджак. Дяди в брюках немодных Нам дали понять, Что художник голодный Будет ярче сиять. Мы не стонем, не плачем, На судебу не грешим. Нам дана сверхзадача, Нам дана сверхзадача. Нужно выжить, чтоб жить, Просто выжить и жить. Нашим песням нет возраста, Срока давности лет. Это очень непросто Спеть последний куфлет, Как на поле для битвы, На снегу босиком Затворим мы молитву, Затворим мы молитву, Перед главным броском, Перед каждым броском Снег растает под дождиком, До весны доживем. И во славу художникам Тот куплет-то поем, Соберемся на праздник Здесь, сегодня, сейчас. Приглашают нас, братцы, Созывают нас, братцы, Самые, Самые из нас, Самые-самые из нас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Господи Боже, мы как выпустроить это время. Мы уже почти забыли с вами, что билетные проезды в общественном транспорте у нас били в автобусе и в метро стоим пять копеек. Сегодня эта фраза звучала как ностальгия, а тогда мы почти каждый день говорили «Будьте добры, передайте пятак на билет». Я говорю об этом потому, что вот эта фраза начиналась с песни, написанной тогда «Будьте добры, передайте пятак на билет». «Будьте добры, как пройти через эти дворы, будьте добры, не гасите, пожалуйста, свет». «Будьте добры, не гасите, пожалуйста, свет». «Будьте добры, будьте добры, чтобы вы на добро не скудели. Будьте добры, будьте добры, безмятежным глазам, где твои, к первым снежинкам и к первым копелям апреля, к первым снежинкам и к первым копелям апреля. «Будьте добры, к памяти сердца, Господи, будьте добры, к памяти сердца, Господи, будьте добры». «Горе пускай не пройдет через ваши дворы, чаще целуете вы нежные матери руки. В ваших домах пусть не будет ни ссор, ни разлуки, в ваших домах пусть не будет ни ссор, ни разлуки, простите, вернитеся, Господи, будьте добры». «Пусть на полях не завьюжат военные вьюги, в бывших траншеях мальчишки разводят костыры, будьте добры, берегите от смерти друг друга, будьте добры, берегите от смерти друг друга. «Очень прошу вас, Господи, будьте добры, очень прошу вас, Господи, будьте добры, очень прошу вас, очень». Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. «Какие песни пишут наши материалы?» «Мы в песнях дарим им цветы, целуем руки, но только в песнях делим с ними пополам их ожиданий, встречи, разлуки. Мы в этих песнях вспоминаем, как росли, на даче лазлик соседям за цвета, не для них, это девчонок, что ушли. Теперь, наверное, мы теряли стали сами танк, и в тесных коммуналках танк. «Мы не могли никак расстаться, и не могли тогда понять, братцы, мы вряд ли сможем вновь собраться, и вряд ли сможем мы пополам танк, с любовью первой танцевать». «Ах, как хотелось нам полу мира покорить!» «И закалялись мы тогда холодным душем, и простужались, и сиделкой до зари, была нам мать, и все шептало, но покрушено. Еще поем мы про погоны и вагон, но где она, твой гений чистой красоты?» «И наши матери бежали на перрон, держа в руках для нас осенние цветы, и в тесных коммуналках танцы мы не могли». «Все только в песнях, в жизни наши все не так, звонили редко, еще реже приезжали, и забывали про цветы, какой пустяк, и про халатик, что на праздник обещали, как будто в гости приходили мы в свой дом, «Как в детстве в вазочке печенье и конфеты, болит спина и нагибается с трудом, соседи были не дождались, но приветы мы там, и в тесных коммуналках танцы мы не могли никак раздаться». «И не заметил я, как высохло белье над старой ванной вперемешку с ползунками, и вот уж лучшее творение мое, ну, годну два еще заговорить стихами, «Что мне?» «Что мне?» «Останется я, стоя у окна, что глянь на ножку, и почти что смогу ростом, но почему так долго не звонит она?» «Как пройдет свой самый главный перекресток, и в тесных коммуналках танцы мы не могли никак раздаться и не смогли тогда понять браться, Мы вряд ли сможем мы под танго с любовью первой, с любовью первой, с любовью первой танцевать». «Глянь, белья, лесу, и жеккого моего, с любовью первой, 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 Vision в Кракции белья и вер�� perde États-�acy. И St.ò, это же мой, я semiconductor. Теперь выбиралаFilm-amus Ahora. И вот эта белья, здесь волнічек, в нём-нём самая, Я вас люблю, я вам хочу сказать, что никогда на свете не звучали три этих слова. Ну, хорошо, 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 я приду к ней, отдам цветы, скажу, я люблю вас. Я предлагаю вам руку и сердце, так говорили раньше, но я прошу вас, прежде чем вы ответите мне, вы обязательно хорошенько подумайте, потому что, если вы откажете, я не обижусь, я понимаю, я не находка, не демон девичьих ночей. Это простенький вьетнамский плащ, эти скороходовские ботинки на самодельной платформе за 7 рублей. Дело в том, что я покупаю всегда только то, что лежит на прилавках, и, может быть, и поэтому женщины не ласкают меня обещающими взглядами. Если говорить откровенно, я и ухаживать за ними только не умею. Вот Колька Сидоров, у него это прекрасно получается, он хватает ее за руку, он тащит ее куда-то в темный угол, он ей там долго-долго что-то говорит, 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 по-моему даже щиплет. У него уже все в порядке. Я ищу духовный контакт. Я читаю эти стихи, иногда свои. Я достаю билеты на модные спектакли, так тяжело. Ну вот, когда мне уже кажется, что все-все-все между нами есть что-то человеческое, что ли. Я иду и покупаю гвоздики, бордовые, огромные, у метро, у грузин. И иду к ней, и звоню, и дверь мне открывает Колька Сидоров. И уже в майке, в динамо. Я отдаю ему цветы и говорю, отдай их ей. И он берет. Он берет мои цветы и отдает их ей. Он их бросает на рояль и на могилу моей любви. Я вас люблю. Я вам хочу сказать, Что никогда на свете не звучат Три этих слова Лишь теперь звучат. Их я придумал В горе сны печаль. Их я придумал в горе сны печаль. Знаете, я думал, что она права. Нет, нет, я не обижаюсь меня совсем. Потому что какие мужчины нравились всегда женщины? Женщина всегда нравились настоящие мужчины. Мужчины, которые могли в любое время суток взять такси, В любом городе сделают гостиницу. Мужчины, которые могли подойти к кассе громко, Чтобы слышали все, стали кассируем Два билета из брони ЦК. Профсоюзов. Писовали ей в потной ладошке рубль, Чтобы она не сомневалась, что он действительно из ЦК. Профсоюзов. А я всегда подхожу к очереди, спрашиваю, кто последний. И на то, что обычно мне доставало, если так, продукты, К нормальному человеку неприлично было смотреть. Номер гостиницы за всеми удобствами я практически не видел никогда. Обычно это общежитие на 5-10 койка, Где сидишь в вестибюре с шапками на коленях, С портфельном в ногах. Смотришь влажными, преданными глазами На этого бездельника в золотых колунах, Чтобы не попросил на свежий морозный воздух. Колька Сидоров спит вот на место. Скажите, откуда они все брали эти прекрасные вещи? Эти финские влащи, и австрийские ботинки, Эти настоящие женцы. Поверьте, я не жмот, я дал бы свирьму столько, сколько полагается. Я каждый раз просто думаю, а вдруг он обидится? Этот человек, которому надо было глядь, В какие дни, в какие города, Где нас разбудит солнечное утро, Куда идем, мы придем, когда? Куда идем, мы придем, когда? Глаза твои с отливом перламутра Мне светит, как последняя звезда, Мне светит, как упавшая звезда. Неплохой роман получается. Наверное, он очень понравился бы моей маме. Глаза твои с отливом перламутра. Моя мама была удивительная женщина, Добрая, как и все мамы. Господи, какую глупость она мне говорила. Вот так нужно держать ножик, вот так вилку, Надо уступать вместо старшего. А еще она говорила, Главное, сыночек, это стать хорошим инженером. Остальное все приложится. Моя мама была мудрая женщина, Но вы догадываетесь, она жила на Луне. На Луне быть хорошим инженером, наверное, этого достаточно. Но Земля во много раз больше. На Земле нужно уметь иногда вовремя промолчать, Вовремя рассказать смачный анекдот, Вовремя поддержать мысль нужного и очень полезного идиота. И со пломбом говорить о том, о чем понятия не имеешь. Я все это умею. Ой, Господи, я же родился, вырос здесь, на Земле. Я это делаю, по-моему, поздно, Когда уже выхожу из того кабинета, где нужно было это сказать. Это промолчать. Я скажу ей больше. Я скажу, если вы все-таки рискнете, И выйдете за меня замуж, То благосостояние нашей с вами семьи Будет расти в строгом соответствии С ростом реальной заработной платы. Ну хорошо, хорошо. Я приду к ней. Отдам на святые и скажу, я люблю вас, я предлагаю вам руку и сердце. Так говорили раньше, но Прежде чем вы ответите мне, я прошу вас обязательно, Просто обязательно хорошенько подумайте. Если вы откажете мне, я не обижусь. Потому что я понимаю, я не находка ни демона, ни девочек ночей. Главное, чтобы дверь мне не открыл. Я хочу сказать, что никогда на свете не звучат Три этих слова лишь теперь звучат. Их я придумал в горе сны печаль. Их я придумал в горе сны печаль. И пусть другие все теперь слова молчат. И пусть другие все теперь слова молчат. Их я придумал в горе сны печаль. Я отвечаю на одну из записок. Слышаю? Да. Алло. Что за шутки с утра? Я. Почему удивлен я? Даже очень рад. Я даже закурю. Здрасте, прошло сто лет. Сто лет прошло, говорю. Я не смешаю, нет. Я. И теперь. Какие у нас дела? Прaráим. Удачи. Ну, да как-то все разбрелись, Верочка родила, славяно развелись, я получил отдел, Саня съездил в Париже, все в суматохе дел, ну а ты? Ты чего молчишь? А кто он, военный шикарет, военный моряк, жгучий принят, а сына как назвала? Спасибо, не ожидала, в общем, жизнь удалась, все прошло без следа. Телефон автомат у нее, телефон на столе у меня, Это осень, это ржевье, там и свет вчерашнего дня. Телефон автомат у нее, телефон на столе у меня, Это осень, это ржевье, там и свет вчерашнего дня. Я напомню вам, спасибо за записку, я напомню вам песню Юрия Мисфорова. Дело в том, что, когда погиб Высоцкий, я не написал песню, посвященную Володе, очевидно, совершенно справедливо. Где ты так подозреваешь, то, но если не все, то почти все. Я напишу песню, посвященную Володе. Я оказался прав, великолепная песня у Влада. Письмо достойная песня у Саши Дольского, посвященную Володе. Мое время летит ужасно, просто ужасно. Он еще не успел озабоцоваться, да и никогда не завистет. Рано от ухода Высоцкого. Через четыре года не стал Визбор, в 84-й год. Тогда я написал песню. И в песенниках, в сборниках песен, эта песня означена как память Владимира Высоцкого, Юрия Визбора. Сегодня, я думаю, что это не совсем так. Эта песня просто тем, кто уходит. Уходит, уходит от нас. Эта песня удивительному собирателю авторской песни, оставившего после себя огромнейшую фанатику Миши Крыжановскому. Эта песня Жени Крячкина. Эта песня Булат. Эта песня тем, кто уходит от нас. Эта песня. 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 Уходя, оставлю свет В комнатушке вылеченной Невзирая на запрет В рамках противопожарных Невзирая на запрет Невзирая на запрет Невзирая на запрет В рамках противопожарных У любви гарантий нет Это очень скверно, братцы Но уходя, оставьте свет В тех, с кем выпадет расстаться Уходя, оставьте свет Уходя, оставьте свет Уходя, оставьте свет В тех, с кем выпадет расстаться Жаль, что неизбежна смерть Но, возможно, сатисфакция Уходя, оставьте свет 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 Боже Уходя, nosaltres Вам вновь Уходя, оставьтеips Уходя, оставьтеуда И я прошу меня простить, я помню, клином кли, вы помогите сохранить мою любовь. Аминь. Спасибо, дай Бог, не последний раз. Слушайте мою песню, хорошая песня. Спасибо, дай Бог.